Что необходимо человеку, чтобы полететь в космос? Космонавты говорят, что в первую очередь большое желание и отменное здоровье. Об этом сегодня узнали ученики школы номер 4. Там прошла познавательная игра «Космический рейс», которая помогла ребятам узнать, есть ли у них шансы своими глазами увидеть Вселенную. Давление, как у космонавта, выражение неформальное. Устойчивый и равномерный пульс – признак хорошего здоровья, без которого космос не покорить. Ученики начальных классов школы номер 4, один из уроков, посвятили оценке своих физических возможностей и здоровья, замерили пульс, проверили гибкость и время задержки дыхания. От 26 до 30 секунд – это уровень выше среднего, или более 30 секунд – это высокий уровень. Тогда человек уже сможет полететь в космос. В четвертой школе действует кружок для седьмых классов «Планета Х», который является частью Всероссийского одноимённого проекта. Он объединяет ребят, интересующихся темой космоса. При активном участии Героя России, лётчика-космонавта Александра Лазуткина, школьники всей страны постигают тайны Вселенной. Он присылает полётные задания, у него есть ключевое слово для нас. Он нам пересылает телеграмму в виде полётного задания. Мы выполняем на нашей планете Земля и отправляем ему эти данные, которые у нас просят. Результатом проекта станет Всероссийская конференция, где выступят школьники со своими теоретическими и практическими работами. А главное – с ясным пониманием. Событие 12 апреля 1961 года открыло в истории человечества новую страницу. Сейчас эта дата, мы надеемся, тоже привлечёт внимание многих школ, многих учеников. И она станет в их сердце той же датой, как в сердце наших родителей, когда это действительно перевернуло сознание человечества. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, телеканал «Север».